друзья всем привет басека с нуля новый сезон так сказать буду вести передачи из-за камеры потому что как всегда помощников не оказалось под рукой сосед занят на посевной с утра до ночи мои помощницы так сказать только по приезду я к пчелкам они садить деревья пока весна вот ну что ж что можем сказать у нас стопроцентная зимовка все четыре улья перезимовали вот но полету вижу что в первых трех в первых трех пчелы много а вот четвертый видать слабочком вышел но он и уходил так сказать не сильно слабым но самым самым слабым из четырех вот что тут пчелки у нас улья грязные сейчас будем наводить тут порядке сосед выставил вынес зимовки но пока его нету я тут буду сейчас чистить донья и улья приводить в порядок так вот это по вопросу соевой муки смотрите пыльцы у нас это силу мы находимся на северо-востоке харьковской области у нас еще прохладно и ничего не цветет вообще это сегодня 5 апреля вот пыльцы нету нечего брать кое-какие там пролески мало есть ну лук еще не зацвел поэтому подкармливались подкармливаем соевой мукой те кто говорят что они не берут его ну вот у нас берут так наши планы на этот год буду в процессе вспоминать планы грандиозные минимум хотим 10 ульев а там уже как пойдет как будем развиваться будем делать отводки покупать пока маток вот у нас самый первый улей чемпион здесь больше всего пчелок вот будем делать отводки покупать маток ловить раи возможно будем пчелопакеты покупать но но думаю скорее всего нет потому что посмотрим по финансовому состоянию сказать сможем выделить деньги потому что в этом году деньги нужны надо купить очень много оборудования у нас не медогонки ничего нету а метка уже метка качнуть уже хочется потому что нужно так сказать возвращать свои инвестиции вот сейчас пойдем посмотрим где мы хотим второй точок сделать где будут у нас отводки вот ну у нас территория тут позволяет расшириться правда здесь трава засеяна клевер а вот здесь был в прошлом году эспортсет с ячменем но эспортсет с ячменем соседи садили для сказать для скотины то есть для коров и они его до цветения не доводят поэтому нам от от их него эспортсета сказать прибыли никакой вот 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 ну вот сейчас половина одиннадцатого вот такой у нас летик можно немножко даже ли точки пооткрывать посильнее потому что увеличим проходы да и пойдем сейчас посмотрим на наш второй точок и посмотрим какие у нас покупочки были так вот так сказать наша вторая база будем наводить порядок здесь у нас вот тут такой садочек ну мини так сказать больше чагарнык чем садочек вот тут малинка растет груша многолетняя сюда кстати можно раиловочку будет поставить потому что по вот этому пути очень много райов но в детстве замечал когда был поменьше так сказать помоложе вот будем где-то ставить ловушки здесь кстати да актуально ли ставить ловушки тут где будет так сказать точок если мы если у кого есть опыт пишите в комментариях вот ну вот здесь будем наводить порядке вот такая вот ситуация на сейчас мусорка кирпичи все заросло сюда планируем переносить отводки так сказать находится вторая база не метрах 50 70 от основного так сказать нашего . с четырьмя ульями и вот здесь есть мысль делать второй точок тут хорошо тенечек летом а вот там вот у нас бабушка там вдалеке а вот здесь вот лух лух будет свистел он хоть и небольшой ну там речка и через речку у людей лух сейчас поснимаю вот но он не ухоженный уже так сказать раньше когда у меня здесь бабушка с дедушкой жили это все косилось сено собиралась травка была отличная сейчас уже не косится зарастает очеретом тоже есть планы привести то в порядок и засеять какими-то медоносами даже в идеале многолетними чтобы они сами себя восстанавливать но опять-таки вопрос синяком синяк отличный медонос очень все круто но не годится он не годится на корма кром вот а испортит лук синяком тоже людям плохое делать не хочется поэтому синяк мы скорее всего будем садить на горе но я тоже в следующих видео покажу где так и пойдем посмотрим теперь что же мы докупили на развитие окно наша будущая мастерская опять тут беспорядок все ужасном состоянии вот корпуса наши вторые но это будет теперь не 2 это на следующих ульях будут первые корпуса вот так давайте посмотрим вот наша накладная что мы тут видим будем сейчас разбирать на 2000 гривен то есть опять инвестиции опять растраны так заготовки так по рамочкам вот рамочки сейчас у нас такого вот качества очень достойные смотрим вот боковушечки вот такие то есть ссылку поставлю в описании то есть все шлифованное все беленькая синевы по минимуму так что у нас дальше дальше у нас кондуктор вот этот тренд продаж наш кондуктор кстати будем сегодня снимать видео клиенты очень просят мне очень не все разбираются как им работать ну-ка в работе он достаточно прост но из-за большого таскать из-за этих четырех планок которые здесь задумку задуманы для сбивания не у всем понятно по картинке то есть как им работать поэтому сегодня нам снимем обзор дальше у нас есть наши пакеты пакетах так варафу сегодня ставим обязательно потому что полоски с начала апреля еще не стоят так здесь у нас куча медоносов не скажу вам для чего потом это у нас тест потом когда все сделаем когда все сделаем выпустим отдельный ролик вот это куча медоносов все разные если на задумку 1 какая-то секретная информация что это здесь у нас ребята вот новинка зимняя наша новинка прилетные досточки вот такие смотрите то есть не помню рассказывал каком-то видео или нет но досточки не нужно то есть легко снимается из-за того что нету отверстия глухого то есть просто одели и сняли да и самое приятное в этой досточки это ее низкая цена сейчас доска прилетная 9 гривен 10 штук по 9 гривен то есть вот такая вот замечательная симпатичная бывает разных цветов в зависимости от поставки вот ну надо при заказе уточнять какой цвет сейчас идет что у нас тут а ну у нас тут наши гвоздики для сбивания рамок да кстати у нас рамки не сбитые мы вообще не готовы слава боже у нас есть апрель и у нас рассказать не очень большая пасека рамки надо собирать новости тоже дело пятое но сбить и все сделать это объем работы да кстати втулки у нас латунные ребята у нас есть продажи не латунные а есть латунные именно втулки не магнитятся вы наверно видели ролик я снимал магия да тогда набиты одинаковые втулки но одни магнитятся другие не магнитятся вот ну ладно сейчас будем приступать к работе начнем с ульев ставить полоски чистить донья и чуть-чуть привести улей в порядок вот ну следите за нашими видео пасеки с нуля следите как мы будем раскачивать так сказать свою мини пасеку сможем ли мы вырасти до промышленных или нет подписываю для того чтобы следить нажимайте как вот подписывайтесь на наш канал нажимайте колокольчик ну с вами был александр ждем наш вас в нашем магазине до скорой встречи пока так ребят варафу да как я открываю полоски вы знаете что все 10 полосок они запечатаны индивидуально ничего волшебно в этом будет таки нету я беру вот так вот и у меня 10 полосочек все открыты одним движением руки так что это не проблема